Свирепые, опасные, кровожадные, вызывающие страх, огромные машины для убийств, которые могут спокойно пообедать дельфином, тюленем, другой акулой или же человеком, при этом не брезгуют и падалью. В этом ролике вы узнаете о самых необычных находках, найденных в желудке акул. Всем привет, вы на канале Познавая Мир и мы начинаем. Челюсть белого медведя В 2008 году ученые, которые исследовали, как далеко в арктических водах может заплыть акула в поисках пропитания, были очень удивлены. Обнаружив в желудке гренландской полярной акулы, длина которой может достигать более 6 метров, челюсть молодого медведя. Однако ученые не смогли установить, проглотила ли акула живого медведя или съела его, когда он был уже мертв. Стальной рыцарский доспех У акулы, убитой около пристани в Австралии, в брюхе нашли меховую шубу и целый комплект рыцарских доспехов вместе со шлемом. Откуда взялись эти вещи и как акула умудрилась их поглотить, эксперты так и не смогли объяснить. Пушечное ядро В 1823 году рыбаки нашли удивительную находку. В желудке акулы спокойно переваривалось пушечное ядро весом около 3 килограммов. Есть только две версии случившегося. В одной говорится, что во время войны за независимость Латинской Америки, одно из ядер каким-то образом попало акуле в пасть. А в другой, что кого-то казнили на корабле, привязав к ногам снаряд и выбросив за борт. А акула сожрала беднягу вместе с ядром. Огромная живая черепаха В 1922 году из желудка акулы извлекли черепаху, огромную и живую. Скорее всего, благодаря своему панцирю и своевременному освобождению, акула не успела ее переварить. Спасенные животные назвали в честь библейского пророка ионы и поселили в общественном аквариуме Нью-Йорка. Глубинная бомба При промерах глубин в Тихом океане выпущенную из корабля глубинную бомбу проглотила местная акула. А так как бомба имела часовой механизм, она, естественно, взорвалась через несколько минут после ее поглощения. Любительница покушать, естественно, не выжила. Гусь В 1862 году пароход Ютландия попал в шторм. На палубе в это время оказался гусь, которого взял на борт второй машинист. Одна из волн смыла птицу в море. Хозяин уже было простился со своим питомцем, однако благодаря невероятному стечению обстоятельств они снова встретились. Акула, проплывавшая мимо, заглотила гуся целиком. А вскоре ее поймали местные рыбаки, достав из желудка живого гуся. Они нашли на его лапке ярлычок с именем и адресом хозяина. Его вернули домой, где гусь был съеден повторно, уже самим хозяином и наверняка. Отпугиватель акул У берегов Южной Африки в 2005 году белая акула съела электронное устройство для отпугивания акул во время тестов этой системы. Чудо техники, прикрепленное к поплавку с наживкой, на глазах исследователей, занимающихся вопросами защиты людей от нападения акул, слопала огромная рыбина длиной 3,5 метра и даже не подавилась. Динамит Партериканские рыбаки поймали акулу, в брюхе которой было полно динамита. Выяснилось, что морская хищница сожрала часть взрывчатки, которую использовали за два месяца до того, при расширении входа в местную гавань. Музыкальный инструмент Из брюха тигровой акулы, пойманной у берегов Сенегала, однажды извлекли музыкальный инструмент. Это был туземный барабан «Там-там» длиной 27 и шириной 25 сантиметров и весом 7 килограммов. Живой человек В 1927 году рядом с Фолклендскими островами из желудка 17-метровой китовой акулы рыбаки из китобойного судна извлекли живого человека в бессознательном состоянии с незначительными травмами. Придя в себя, он рассказал, что во время установки сетей его лодку атаковал огромный монстр. От удара лодка опрокинулась, а рыбак оказался в воде. Дальнейшие события он не помнит, так как потерял сознание. Артиллерийский снаряд Во время Второй мировой войны американцы одного из эсминцев были потрясены находкой в желудке акулы, которая чуть ли не стала гибелью любопытных. В желудке акулы они обнаружили неразорвавшийся немецкий артиллерийский снаряд. Как он там оказался и почему не сдетонировал, неизвестно. Скорее всего, снаряд, похожий на рыбу своей продолговатой формой, упал в воду и заинтересовал хищницу. Баллон для дайвинга Вьетнамские рыбаки нередко находят в своих сетях акул, но акулу с баллоном для дайвинга впервые. Интересно, что никаких человеческих останков в желудке монстра найдено не было. Видимо, хищная акула решила напасть на плавающего онкологиста, но тот не растерялся и отправил ей в пасть свой баллон. Багор В 1910 году в желудке акулы был найден латунный багор с выбитым клеймом «Странник». Это был багор с носовой части корабля «Странник», который в 1825 году отправился в плавание и исчез вместе со своей командой. В 30 километрах от места, где была поймана акула, ученые нашли затонувший корабль. Это был потерянный «Странник». Теперь этот корабль поднят на суше и находится в одном из музеев. Золотые монеты В 1968 году рыбак с островов Новой Гвинеи недалеко от своей лодки увидел огромное шестиметровое тело гигантской белой акулы. Хищница была мертва. Удивление мужчины было невероятным, когда распотрошив акулу, в желудке он нашел золотые монеты, статированные 1790 годом. Согласно проведенным исследованиям, удалось выяснить, что монеты были отчеканены при правлении Георга Третьего. Как они оказались в желудке акулы, осталось загадкой. Сундук У берегов Кубы в 2000 году поймали белую акулу. В ее брюхе был найден небольшой сундук. Сложно догадаться, что подумали о содержимом присутствующие. Но открыв сундук, они обнаружили инструменты для самых изощренных пыток. Принадлежность сундука к какой-либо эпохе не была установлена. О каких необычных находках слышали вы? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok